Всем привет! Сегодня у микрофона я и Василиса и мы с вами проходим очередную историю в The Crew 2 А история называется Pierce Wild Dairy Это дикий дневник что ли или дневник диких путешествий Пирса Опять же эта история будет с отсылкой к The Crew Motor Fest Будем проходить ее сегодня полностью, посмотрим что нам за это дадут Я конечно знаю что нам за это дадут И приз такой себе и скорее всего вы на заставке его уже увидели Потому что я на заставке ставлю как раз те машины которые дают нам Но все равно как минимум раскраска этой машины будет очень классная Она мне понравилась Давайте переходить, будем смотреть Небольшая у нас кат-сцена С мишкой Начинаем! Этап номер один Дневник пирса, день один Вот и настал час отправиться с моим верным товарищем Defender в захватывающее приключение Пусть путь предстоит не близкий и конечно опасный Мы покорим горы на севере и доберемся до Тихоокеанского берега И все это по бездорожью Обожаю природу и путешествия Скорей бы начать Найдите фургон в Пилсене Он вообще Пилсене? Ну ладно В Чикаго Давайте будем смотреть, будем переходить В общем вы понимаете, что эта история будет полностью по бездорожью На дорожных тачках тут особо не погоняешь Но немножечко мы поездим все-таки на дорожных машинах Чтобы показать вам какие тачки Добавили в игру Ну или какие тачки есть у нас Значит закрепляем мы Первую точку И нам не обязательно к ней ехать К первой точке мы можем переместиться Она находится в Чикаго Чикаго Пилсене Находится оно вот прям вот тут Вот на краю Чикаго Где-то Задворки для бомжей Вот он этот вагончик Похож? Похож Похож Да, давайте мы проложим вот сюда маршрут И изначально перемещаемся мы На ближайшую любую точку Вот абсолютно какая Какая вам нравится Но только конечно не на катер Потому что на катере вы превратитесь в катер А потом вам нужно будет снова превращаться Как-то выезжать на землю Давайте вот сюда вот К стритрейсинг на мотоциклах Но мы не поедем И начинаем мы все это дело Конечно же с вот этой замечательной Прекрасной Nissan 300 ZX Которую мы выиграли в прошлом В прошлой истории Про такую девушку Которую зовут Малу Это ее тачка Она будет в The Crew Motor Fest Так у меня что-то Не туда я зашел У меня что-то с навигатором Он почему-то не захотел Простраиваться Вот все Построился навигатор Поехали К этой истории Вы можете перейти сейчас Вот здесь сверху По ссылочке И забрать эту машину Совершенно бесплатно Пройдя историю Как и обычно Я думаю что тачка Выглядит потрясающе Как тебе эта машина? Классная Смотри у нее цветочки Сакуры на боку По-моему это клево Ну да Это клево И цвет такой у нее И диски Смотри задние диски Розовые А передние белые Вообще на самом деле В этой игре не хватает Покраски Задних и передних дисков Отдельно Потому что здесь Красятся диски Все вместе сразу И хотелось бы Чтобы Ну можно было Их отдельно красить То есть я бы хотел Допустим Вот так вот сделать себе Задние такого цвета А передние белые Допустим Ну как Need for Speed Need for Speed Это давно уже организовано Здесь К сожалению Пока что так нельзя Будем надеяться Что в The Crew Motor Fest Все это будет нам Доступно Потому что на самом деле Очень много отсылок Сейчас идет В The Crew Motor Fest И даже Истории посвящены этому И помимо Историй Еще и машины Которые добавляются Я вижу что Тюнинг на них Уже тоже Необычный Для Нашей The Crew Нашей любимой Закрыт Слушай А я только сейчас Заметил что у нее Нет крыши Она без крыши Она с крышей Только тут також Ну да Это как Как это называется Тагра Эта версия Называется Тагра Когда Вроде как Съемная Наполовину крыша Там Чуть кусочки Остается Придумала это дело Порше Да Так Мы подъезжаем К нашей первой точке Можно было Если у вас Допустим Какой-то друг Стоит здесь Где-то рядом То можно было Просто сюда Переместиться Поэтому Так Вот Надо вот так Прям поближе На тротуарчик Подъехать Чтобы загорелось Зелененьким И можно забирать Нашу первую Точку Погнали Удерживаем Завершаем Этап истории Отлично Переходим К следующему Этапу Погнали Итак Друзья Приступаем К этапу Номер 2 Называется Самое Необходимое Читаем Брифинг День 2 Сделал остановку В Доланде Надо было Прикупить Кое-какой Инвертарь Лишнего набирать Не стал Но поездка Все же На 10 дней Надо быть готовым Ко всему Особенно Когда путешествуешь В одиночку Впереди глуш И уже Эту ночь Я проведу В пустоши Но пока Нам надо Добраться Из Чикаго До магазина Спорт Инвентаря В Доланде Близ Подсолнечных Полей Канзаса Это к юго-западу От Чикаго На любом Наземном транспорте Ребята Перемещаться Нельзя Самолет Использовать Нельзя Нужно Доехать От вот этого Фургончика До магазина Так Давай смотреть Что у нас На фото Есть Мы видим Какой-то городок Видим Два двухэтажных Здания Маленькие здания С треугольными крышами И где-то далеко Виден Чикаго Вот Соответственно Это Сейчас будем искать Такое место Но на самом деле Я это место знаю Чикаго Вот оно А Доланд Находится у нас Вот здесь Вот маленький городочек Недалеко от Чикаго Вот он Начинает светиться Когда ты подъезжаешь Камерой Подлетаешь к нему И вот здесь Вот оно Это местечко Вон сзади видно Большой город А вот здесь Вот Вот этот вот Fish and Hunt Дисконт Вот этот магазинчик Сюда нам нужно будет приехать И ребята Поедем мы с вами Знаете на чем? На потрясающий Audi RS7 Да Вот она Это новая машина В игре Ее добавили С этим Обновлением И дайте Развернуться Что за трафик В Чикаго Вообще И выглядит Она потрясающе Еще я не успел Конечно Опробовать ее И погонять На ней Но Выглядит Выглядит Конечно Она очень Круто Посмотрите Правда На самом деле Не хватает Ливерий На нее То есть Нет никаких Ливерий Деколий Там Как это Назвать Наклеек В общем Заходишь И никто Еще ничего Не создал Оооо Как я успел Под закрывающийся Шлагбаум Хе-хе-хе Вот Так бы Под поезд Конечно Залетели Было бы Не очень Вот И очень Классно Смотрите Ребята То что Я повторяю Это каждую серию Вообще Что Закрю Чем Чем Классно Игра Закрю Тем Что Здесь Добавляют Постоянно Добавляют Новые Автомобили Постоянно И Игре Уже Пять лет И они Добавляют Не просто Какие-то Знаете Там Что-то Затюненное Там Ну или Переделанное А именно Ооо Я промахнулся Жесть Я тоже Не увидела Куда Я промахнулся Я пока Разговаривал Со всеми Я промахнулся А тут Надо было Вот сюда Под мост Съехать Вот И Так Я не понял Вот что Прямо Вот так Вот да На Навигатор Навигатор Яндекс Навигатор Как обычно Работает Черт И как Вот Ну что Поедем Поедем Как он Показывает Вот И Добавлены Крутые Тачки Это Ауди РС7 И Ауди РС3 Ребята Ауди РС5 Была Добавлена Тоже Недавно То есть У нас Прям Целая Коллекция Аудюх Теперь Которые В принципе Мы можем Попробовать Все Сейчас Кстати Ну как Сейчас Вот На момент Выхода Обновления Они Идут По скидке Не забудьте Их Купить Так Нам Какой-то Вообще Навигатор Какие-то Вещи Строит Такие Не знаю Как он Это Все Дело Объезжает Можно Было До Этого Доланда Доехать Очень Быстро Он Какими-то Петлями Нас Ведет Но Что Поделать Будем Будем Ехать Наслаждаться Игрой Наслаждаться Этим Самым Миром То Как Мы Все Любим Потому Что Мне Очень Нравится Проходить Истории Я На Трех Аккаунтах Разных Попроходил Истории Так Он Нас Просит Вот Туда Вот Да К сожалению Почему-то У меня Вот Пишет Что Игра Перейдет В режим Технического Обслуживания Через 15 Минут Поэтому Серию Сегодня Я буду Снимать Долго Буду Ждать Пока Техническое Обслуживание Пройдет И потом Только Буду Доснимать Серию Потому Что Сегодня Полноценно Не хватит Времени Снять Всю Серию Потому Что Это Где-то Около Часа 15 минут А было 20 Ну да Было 25 Да Почти Полчаса Но Мы Немножко Немножко Долго Мы тут Возились Для того Чтобы Начать Стартануть Но Все же Мы Стартанули И хотя бы Часть Сейчас Запишем Ну да Потом Потом Придется Чуть Чуть Выждать Хотел Я сегодня Эту серию Пораньше Выпустить Но Видимо Не судьба На самом деле С выходом Новых Автомобилей В этой игре У них Их же У этих Автомобилей Потрясающий Стайлинг Тюнинг Потому что Он Очень необычный Очень много Расширения Кузова Они Ubisoft Теперь Поняли Что Нам Это Очень Нравится Когда У машин Есть Расширение Кузова Тем Самым Мы Приехали К нужному Нашему Магазину Для Того Чтобы Купить Какой-то Инвертарь Давайте Заканчивать Этот Этап И Переходить К Следующему Наш Этап Закончен Погнали К Следующему Итак Друзья Этап Номер Три Колыбельная Луны День Третий Пустоши Об этих Краях Ходят Разные Легенды И Не зря Не Успел Я Разбить Лагерь Как Молния Повалила Дерево Неподалеку Чуть Не задело Мой Дефендер А Прямо Сейчас Волки Устроили Вой Полнолуние Отличное Начало Приключений Сегодня Буду спать Крепко Как Младенец Так что Ребята Мы Поедем Да И тут Уже Ну Как бы Понятно Даже Если Вы не Знаете Что за Машина Тут Намеки На Дефендер Единственное Что Какой Дефендер Старый Или Новый Вот Большущий Вопрос Но Мы уже Знаем Что Это Будет Старый Дефендер Новый Дефендер Будет Только Аж В Закрю Мотор Фест Здесь Аллеи Канзаса К юго-западу От Чикаго До Походного Лагеря В пустошах К западу От Чикаго На любом Наземном Транспорте Да Ребята Опять Повторяю Перемещаться Нельзя Лететь На самолете Нельзя Нужно Ехать Только На машине Смотрим Что мы Видим Мы видим Вдалеке Город Да По-моему Это Город Там Вдалеке Это Лагерь Как Нет Это Это Вот Здесь Куда Нам Надо Приехать В общем Очень Такое Необычное Сложное Место Но Примерно Оно Находится Вот Тут Пустоши Да Пустоши Вот Это Мы Так А в жизни Вот Он Это Место Да Вот Оно Это Поваленное Дерево Так И Вот Вдалеке Мы Как Там Видели Вон Город Да То Совпадает Все По Фото Как Сюда Забрать А Вот Тут Можно Прям Вот Сюда Забраться Да Мимо Вот Этих Домиков Мы Можем Наверх Забраться Мы Поставим Пока Что На Дорогу Метку Но Доехать Нам Нужно Вот Сюда Вот Ну Я думаю Мы Разберемся Да Значит Что Нам Тут Надо Проехать Тоже Опять Какие То Какие То Загогулины Нужно Проехать Это Реальный Яндекс Навигатор Навигатор И работает Точно так же Криво Так А продолжаем Мы снова На Аудио RS3 Это Уже Вторая Машина Из Бандла Смотрите У нас Горит Вторая Строчка Зеленым Соответственно Мы Находимся В Правильном Месте Стартанули Мы Из Правильного Места Значит Все Хорошо Значит Нам Нужно Только Доехать До Следующего Места Чтобы Загорелась Нижняя Строчка Зеленым Всегда Обращайте На это Внимание Если У вас Не горит Вторая Строчка Зеленым То Вы Соответственно Не сможете Активировать Финальное Место То есть Туда Куда Вы Приехали Точку Б Вы Не сможете Ничего Сделать Она У вас Будет Гореть Серым Даже Если Вы Приехали В нужном Использовали Нужный Транспорт Не Перемещались Но Вторую Строчку Вы Не Активировали Потому Что Некоторые Есть Некоторые Этапы Где Нужно Именно Чтобы У вас Куда То Доехать Еще Чтобы Загорелась Вторая Строчка А Тем Самым Временем Опять Я хочу Поговорить Про Наклейки На Audi RS3 Пока Что Их Нет Потому Что Эта Машина Новая В Расширение Кузова Как видите У нее Есть И эта Машина Мне нравится Больше Чем Audi RS7 Потому Что Не знаю Мне вообще Хэтчи Гораздо Больше Нравятся Чем Седаны Хотя RS7 Это не Совсем Седаны Это Live Back Вот Но Вот Почему То Хэтчи Мне Больше Нравятся Они Такие Маленькие Спортивные Угарные Такие Вот Вот Такой Вот Такой Простенький Простенькая Наклеечка Но все Таки Это Хотя Бы Что То Да Она Хоть Как То Стало Выглядеть Чем То Что Предлагает Сейчас Сообщество Там Вообще Ни О чем Вообще Ни О чем То 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 Не Не Умеют Делать Наклейки Красивые Я конечно Мог бы Позаморачиваться И сделать Реально Хорошую Красивую Наклейку Да Как вот Допустим Я сделал Отряд Самоубийц Для Ламборгини Но У меня Не было Времени Иначе Мы потратили Все время На то Чтобы Делать Наклейки На эту Машину Хотя Может быть Вот сейчас Будет Как раз Время Пока Будет Уйти Техническое Обслуживание Этой Игры Я может Быть Успею Сделать Какой Нибудь Красивый Красивую Наклейку На эту Машину Но Вы уже Можете Ее Потом Найти Сами Как Это Делается Вы Заходите В Наклейки Выбираете Топ 100 Нет Не топ 100 Выбираете Наклейки Друзей Вот То Что Создали Ваши Друзья И Там Найдете Меня И Вот Эти Наклейки На Определенную Естественно Машину Так Мы Добрались До Точки Практически Вот Этот Вот Домик И нам Надо Вот Туда Вот В гору Заезжать Думаю Ауди РС3 С этим Справиться Хотя Машина Машина Не особо Это Конечно По Бездорожью И На Сам Деле Она Довольно Таки Низкая Но Что Поделать Дальше У нас Будет Пролегать Маршрут Уже Совсем По Бездорожью Тем более Еще дерево Сбил Вот Так Смотрите У нас Уже Все Все Уже Загорелось Зелененьким Все точки Вот Приехали Мы К вот Этому Домику Удерживаем Чтобы Завершить Этап Историй Похожее Место Правильно Мы Приехали Да Вроде Правильно А еще Ты сбил Дерево Как Молния Да Нет Вот Которая Молния Сбила Вот Она Ну Да А ты Сбил Маленькое Дерево Как Молния Да Точно Так Погнали Удерживаем Чтобы Завершить Этап Завершен Переходим К Следующему Этапу Следующий Этап Будем Будем Смотреть Что Там Так У нас Этап Номер Четыре Древний Гейзер Вот Это Поворот А Древний Гейзер К Ему Можно Доехать Поэтому Так Этап Номер Четыре Древний Гейзер День Четвертый Сегодня Пересек Подножие Йеллоустона Видел Гейзер Из него Вырывается Огромный Столб Горячей Воды Градусов 130 Я Проехал По Настоящему Супер Вулкану Природа Не перестает Удивлять Вот Это Мощь Ребята Погнали Вот Вот Такие Вот Такие Истории Мне Нравятся Ну Мы Все Знаем Где Этот Древний Гейзер Находится Потому Что Рядом С ним Есть Гонка Кто Не Знает Сейчас Я вам Покажу Йеллоустон У нас Вот Тут Находится И Здесь Прям Рядом С ним И Находится Этот Древний Гейзер Здесь Есть Кстати Восстановление Задание Кстати Кто Не Сделал Переходим По ссылочке Сверху Если Она Появилась И Я Не Забыл Сюда Сделать И Соответственно Выполняем Фото Задание Для Того Чтобы Пройти Всю Игру На Платину Погнали А Поедем Мы На Потрясающий БМВ Да Вот Такая Ребята БМВ Розово Сиреневая Василиса Говорит Что Она Розовая Я думаю Сиреневая Это машина Розовая Или Сиреневая Мне Больше Кажется Это Какой Предлагает Офигеть Как Спрыгнуть Как То Сиреневый С Розовым Смешались Ну Это Что То Да Но Напишите Через Две Минуты У нас Есть Всего Две Минуты Ребята Для Того Чтобы Домчать До Йеллоу Стоуна И На Этом Пока Что Игра Перейдет Техническое Обслуживание Кстати Очень Странно Что Она В Четверг Еще И Ко Всему После Всего Эта Выходные Как Раз Мне Кажется Больше Всего Народу Будет Играть Но Стримить Будут Или Не Знаю Мне Кажется Наоборот Ну Хорошо Что В Четверг Но Я Думаю Что Это Можно Было Сделать Вчера Но Они Конечно Все Очень Ждали Обнову Не Знаю Что Может Быть Что Они Подковыряют Там Я Не Знаю Успеем Мы Доехать За Две Минуты Или Нет Попытаемся Конечно Темень Такая Адская Ничего Не Видно Вообще Кстати А у Вас Будет Такое Напишите В Комменте У Вас Будет Обслуживание Обслуживание У Всех Я Думаю У Всех Да Мне Кажется На Компьютере Не Будет Это Просто Ну Сервера Будут Перезагружать Скорее Всего Часть Серверов Заберут И Для Закрым Мотор Фест И оставят Нам Совсем Мало Поэтому Онлайн Здесь Будет Вообще Прям Плох Ну Онлайн Будет Хорош Но Вот Только Будет Если Толпа Играть То Тогда Тут Если Мало Карт Будет Тут Просто Будут Ехать Промки Да Но Если Если Они Серваки Заберут Для Закрым Мотор Фест Это Конечно Это Будет Очень Плохо Если Будут Наши Задания Что Будем Делать Так Интересно Успеем Мы За Две Минуты Доехать Или Нет Одна Одна Нам Еще Ехать Довольно Долго Тачка Выглядит Вообще Классно Цвет Цвет Офигенный Ага Техническое Обслуживание Через Ноль Минут Придется Наверное Перезаписать Этот Этап Ну Ребят Ну Подожди Пока Пока Что Едет Да Пока Что Едет Заранее Всем Пока Потому Что Да Что Пока Мы То Всю Серию Все Рано Доснимем Ну Доснимем Но Пока Пока И Оно Смонтируется И Для Всех Это Будет Выглядеть Просто Как Шло Дальше Ну Я Скажу Пока Себе Тогда А Ты Не Будешь Участвовать В Продолжение Съемки Нет Буду Просто Я Типа Супризик Сделаю Короче До Этого У меня Была Эта Бэха В Белом Цвете В Белом Матовом Что Вначале Мне Понравился Белый Матовый А Потом Разонравился И Я Перекрасил Да Вот В Такой Вот Замечательный Цвет А Темноте Розовый Да В Темноте Розовый А На Солнышке Он Какой То Вот Сейчас Сиреневый Я Не Понял Да Ну Короче Да Мы Ждем Так И Надо Запомнить Где Мы Где Мы Должны Поставить Напоминалки Так Кстати Сейчас Наверное Уже Все Выключится Да Что То Нет Уже Больше Больше 0 минут Едем Но Рисковать Мы Не Будем Следующие Этапы Мы Запишем Чуть Чуть Позже Но Для Вас Это Будет Как Единое Целое Видео Выглядеть Да Потому Что Мы Ничего Нарезать Не Будем Кусочками Выпускать Не Будем И Да Вы Были Отключены От Сервера Магия Монтажа Друзья И Для Вас Прошла Одна Секундочка А Для Меня Прошло Целых Два С Половина Часа Шли Все Эти Работы Технически Одного Бойца Я Потерял Но Другой Пришел Поспать На Вот он Котик Лайк За Котика Что Поехали Дальше Мы С вами Едем Куда Древний Гейзер Древний Гейзер И Соответственно Мы Уже Почти Приехали Да Мне Пришлось Это Все Заново Переезжать Но Благо Что Я Все Это Дело Сохранил И Съемка Никуда Не Пропала Вот Он Мы Практически Для него Доехали Мы Были Рядом С Ним Подъезжаем Древний Гейзер Все Удерживать Завершить Этап Историю Все Готово Отлично Этап История Закончен Переходим К следующему Я даже Наверное Как-то Вот так Подвинуть Чтобы Котика Было Лучше Видно Вообще Здорово Еще Микрофон Есть Так Переходим К следующему Этапу Что У нас Следующее Этап Номер 5 Скользкий Склон День 5 После Полудня Мы С Дефендер Начали Опасный Подъем К вершине Склон Оказался Крутым И скользким Но Дефендер Вцепился В него Своей Хваткой Не зря У него В8 Под капотом И 405 Лошадиных сил А потом Началась Метель Хорошо По пути Попался Старый Домишко В нем И укрылись Сейчас Снегу Наверное С метра Намело Красота Доберитесь От Йеллоустона От Чикаго Да Но они Почему-то Считают Что Йеллоустон Это еще Чикаго До Заброшенного Дома У Северного Входа В парк Глейшер К западу Далеко К западу От Чикаго На любом Наземном Транспорте Ребята Это Ну Как обычно То есть Перемещаться Нам нельзя Нам нельзя Лететь На самолете Только Ехать Смотрим Где же Этот Скользкий Склон Нам понадобится Внедорожник Скользкий Склон У нас Находится Вот здесь Мне кажется Что здесь Или Он находится Вот тут Да Вот он Это Домишко Какой-то В котором Он укрывался На Дефендере Ставим Вот сюда Точку И Очень Странно Она рисует Нам Дорогу Мы так Наверное Не сможем Проехать Поедем Мы Вот Наверное По вот этой Горной Дороге То есть Мы направо Поедем И вот Здесь Свернем На горную Дорогу И поедем По ней Потому что Не прямиком Нам ехать Через Горы Это Будет Невозможно Я считаю На машине Для этого Мы выбрали Вот такую Вот Классный Шевроле Сильверада Да Подготовленный Все как Надо На нем Мы поедем На нем Будем продолжать Наше путешествие Что-то Он вообще Не рулится Вот Посмотрели Мы На Отличные Машины Которые Добавили В этом Сезоне Не все Конечно Есть еще Новая Бугатти Ширан Если вы Слушайте Мои Комментарии К Этому Путешествию То Знайте Что есть Новая Бугатти Ширан Супер Спорт Которая Как Кажется Мне Что Она Еще Лучше Чем Та Которая У нас Есть У всех Да Потому Что Тата Безумная А Это Будет Еще Безумней Но Посмотрим На все На это Мы Сделаем Обзор Вот Он Как-то Прям Критически Хочет А Теперь Нам Вот Сюда Да Теперь Теперь Он Прав Теперь Нам Сюда Блин Эта Машина Управляется Ужасно Но Зато Выглядит Классно У нее Какие-то Вот Тут Каяк Какие-то Канистра Там Ящик Какой-то Ну То есть Прям Вот То Что Нужно Для Путешествия Единственное Она Едет Вот Не Не Знаю Как Будто Я Сейчас На льду Нахожусь Да Весь Кайф Этой Игры Ну Именно Вот Какое-то Неописуемое Удовольствие Ты получаешь Когда Ты Едешь Вот Так Медленно По каким-то Вот этим Склонам Тут Попадаются Тебе Какие-то Домишки Можно Это все Продубасить Просто Вот Куда Показывает Навигатор Вот Так Вот В гору Просто Залететь На скорости И все И особого Кайфа Ты тут Не получишь А Я Ну Мне нравится Я Прям Балдею От этого Ты Едешь По лесочку Где-то В какой-то Горной Местности Которая Может Быть Существует В реальности И это Придаёт Такого Шарма Что ли Этой игре Не зря Жи снимают И в этой игре В том числе Просто Поездки На машинах Видели Хоть раз Да Просто Там Из Чикаго Куда-нибудь В Нью-Йорк Не смотрели Ни разу Такие видосы А я смотрел Мне интересно Он просто Садится И едет Себя Аккуратненько Соблюдая Правила Дорожное движение И так далее И тому подобное Нет Конечно Я не спорю Классно И подубасить Но Эта игра Сочетает в себе Все что можно То есть Ты хочешь Ты можешь Дубасить Хочешь Можешь ехать Аккуратненько Наслаждаясь Наслаждаясь Природой Или там Чем-то Окружающим Миром В общем Как хочешь Так и Используешь Эту игру И это Это очень Классно Это очень Классно Ребята Пять лет Игре Не перестает Удивлять Не перестает Приносить Удовольствие Вот что Самое главное Мы поднялись Выше лесов И теперь Мы идем По Альпике Практически Вот спускаемся Опять в лес Но Тут вот Альпийские поля Понимаете Они даже Это продумали То есть Вначале Был густой лес Теперь Редкий лес Выше будут Альпийские поля А дальше Будут снежники И ледники Вон они Мы их видим Да Конечно Ехать Вот так Вот И Смотреть По сторонам Это Займет Крайне Много Времени Проще Конечно Вот туда В горку Вот так Уху И все И погнал Но Это же все Такое Понимаете Вы в горку Всегда сможете Проехать А насладиться Поймать Вот этот момент Кайфануть От него Не всегда Когда вы еще В следующий раз Поедете По вот этой Горной дороге Да никогда Зачем она Нужна Я никогда Не буду По ней ездить Я лучше Телепортнусь Но сейчас Совершенно Другой Случай Смотрите Начинаются Снежники Красота Прям как В настоящих Горах Все Идентично Все Ровно Так Как В настоящих Горах Машина Даже не Помещается Когда Смотришь На нее Назад И Олени Бегают По снегу Вообще Просто Бомба Даже Самолет Стали Ближе Ха Так Тут Какой-то Мост Ничего Себе Вот Никогда Не ездил По этой Дороге Честно Вот Я вижу Впереди Вот Этот Серпантин Это Мы По нему Подниматься Будем Что Это Будет Вообще Кайф Никогда В жизни Не ездил Я Сколько Уже Играл В эту Игру И Никогда В жизни Не ездил По Вот Этой Красоте Прикол Навигатор Естественно Нас Повел Там Куда Так Как Но Мы Нет Мы Настойчив Мы Поедем По Дороге Я Хочу Насладиться Моментом Блин Ребята Это Очень Круто Я Нашел Очень Классную Дорогу Очень Красиво Очень Классно Я Еще По Ней Потом На Мотоцикле Покатаюсь Может Быть На Горном Ну То На Кроссовом А Может Быть На Обычном Каком Нибудь Индиане Индиан Скаут Ага Так Она Вон Она Что Показывает Там Оказывается Дорога Туда Идет Но Нам Надо Все Таки Подняться По Серпантину И мы Уже Видим Тут Просто Мы Куда-то Ввысь Уехали Там Такая Красота Внизу Обалдеть Обалдеть Если У меня У меня Недавно Недавно Была Такая Мысль Есть Места В Этой Игре Где Я Еще Ни разу Не Был Оказывается Есть Вот Они Ребята Вот Они Эти Места Но Хотя Нет Наверное Вот Тут Нет Новое Написано Я Эту Гонку Ни разу Не Не Заезжал У Мне Это Новая Гонка Может Быть На Самолете Я Пролетал Ну И Тем Не Этап И Переходим К Следующему Этап Завершен Итак Этап Номер 6 Напитки Для Сугреву Интересно Они День Шестой Вот Теперь Я В Самой Настоящей Глуши Только Раз Встретился Пеший Турист Я В тот Момент Любовался Пиком Святого Джулиана Разговорились Турист Рассказал Что В далеком 1916 Году Температура В здешних Местах Снизилась С Плюс 7 До Минус 49 Градусов Меньше Чем За Сутки Вот Это Холодрыга Благо У меня В машине Были Припрятаны Напитки Ими И Согрелись Пока Болтали Доберитесь От Парка Глейшер К Западу От Чикаго До Шале В юго-восточной Части Пика Святого Джулиана Далеко К северо-востоку От Лас-Вегаса На любом Наземном Транспорте Лететь Нельзя Перемещаться Нельзя Можно Только Доехать На машине Соответственно Где 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 же Это Находится Находится Это Тут На Этих Самых Горах По Моему Вот Тут Вот Оно Это Шале Пик Святого Джулиана Нам Нужно Доехать Вот Сюда Проложить Маршрут Да Он Кладет Маршрут Кладет На Маршрут Я Думаю Что Мы Вот Тут Не Знаю Поедем Наверное По По Верхушкам Уже Теперь Поедем По Верхушкам Погнали Да Вот Тут Значит Вот Здесь Вот Это Отметка Поехали Для Такого Сложного Путешествия Я Выбрал Вот Такой Вот Джип Вранглер Да Надеюсь Он Нам Поможет Ой Смотрите А внизу Это Нижняя Плашка Которая Серая Там Мордочка Грустная Интересно Это Совершенно Случайно Получилось Или Так Надо Вот Но У нас В общем-то В принципе Зеленым Вторая Строчка Горит Значит Все Хорошо Можем Ехать Быстро Не Останавливаясь Ни о чем Не задумываясь Все Все У нас Пока Прекрасно И Я думаю Что Совсем Скоро Мы Съедем С дороги И Поедем Вот Там По Хребту Прям По Верху Хребта Чтобы Нам Сильно Не тратить Время Будем Экономить Потому Что Видос Может Получиться Довольно Долгий А тут Еще Снимать И Снимать На самом Хватит Вам Ездить По Дорогам Съезжайте И Поехали Наверх На Пик На Пик Святого Джулиана Что Ж Поехали Ой Как То Вообще Я Так Вертикально Решил Подняться Помните Да Ни Вертолет Ни Самолет Мы Не Используем Потому Что Иначе Нас Не Засчитается И нам Придется Все Начинать С самого Начала Так По Хребту Мне Так Кажется Не Получается Нам Наверное Надо Будет Спуститься И Вот Там Вот Подниматься По Хребту Как То Не Не Выходит Так Стоп Камни Мы Объедем Мы Объедем И Нам Нам Надо Вот Сюда На Вот Эту А Может Я Горой Ошибся Без Навигатора Это Сложно Друзья Но Нет Навигатор Вроде Он Пробзделся И Что То Нам Рисует Куда То Сюда Рисует Погнали В общем Да Путешествовать На Дефендере Или На Вранглере Это Конечно Самое То Что Нужно Если Особенно Они Вот Так И Подготовленные Это Это Конечно Супер Кайф Так Сильно Мы Не Разгоняемся Чтобы Не Разбиться И Мы Похоже Куда Не туда Приехали Уф 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 Друзья Хотел Я Как То Короче Проехать По Быстренькому А Видимо Не Получится По Быстренькому Что Ты Штука Нам Рисуешь Вот Туда Куда То Ехать В общем Да В принципе Неплохо Мы Перескочили Скальную Гряду Да И Вот Нам Вот 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 Так Вот Все Аккуратненько Вот Здесь Вот Мы Сейчас Проедем И Даже Трамплин Есть Здесь Мы Частенько Побег Выполняем Что У нас 400 метров И мы Почти Почти Уцели Мы Почти Практически Уцели Да Вот Она Это Шале Загорелась У нас Грустная Морзочка Зеленым Останавливаемся И удерживаем Не Не то Удерживаем Подожди Вот это Удерживаем Все Переходим К Следующему Этапу Кто-то Примчался Что ж Друзья Этап Номер 7 Медведь И Форель День Седьмой Сегодня Остановился У горной Речки Поудить Рыбку Поймал Жирную Форель Стал Ее Чистить Как вдруг Слышу Жуткий Рев И тут На меня Несется Медведица Я бросил Рыбу И кинулся К внедорожнику Заперся В машине А она Давай Ее Шатать Поцарапала Немного Но Дефендер Все Выдержал Ему Все Нипочем Итак Ребята Мы должны Найти Вот это Место Доберитесь От Солт Лейк Ресортс До Рыбного Места В парке Глейшер На Любом Наземном Транспорте Как обычно Пойдемте Смотреть Где Это Находится А Находится Это У нас Тар 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 Вот Парк Глейшер И У нас Она Находится Вот тут Даже Человек Стоит По-моему Вон он Да Вот 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 Тут Уже Кто-то Приехал Не Из Моих Друзей Но В Принципе Ок И Конечно Он Нам Рисует Какой то Дичайше Маршрут по которому нужно проехать это прям вообще но что ж поедем то как он рисует поедем так я думаю что мы сможем это сделать поехали но у нас еще так а ну мы нормально мы смотрите мы находимся в нужной точке давайте прям поедем по навигатору пусть он у нас уже ведет через через прям прям совсем дикую дичь да сегодня мы вот на таком porsche внедорожном так ну кто-то он туда рисовал мы там сможем проехать офигеть какой узкий здесь проезд так но будем следовать навигатору он рисует какой-то супер короткий маршрут чисто по прямой конечно будем следовать навигатору если бы он еще был а не исчезал он не исчезал было бы вообще весело и здорово а то он красавчик конечно нарисовал едьте сюда сам взял и сейчас перевелся типа в синенький режим вообще кайф я я прикалываюсь с этого навигатора это просто оттас ребята типа разбирайся сам я тебе примерно показал куда ехать а дальше сам разбирайся но это прям очень очень по яндексовски давайте посмотрим все таки как нам проехать да вот он просто прямо да но там чувак проехал прямо давайте мы тоже поедем просто прямо раз уж раз уж у нас нет смотрите что то что-то нарисовалась даже даже что-то нарисовалась какой-то маршрутик типа нарисовался надеюсь мощности у этого porsche хватит чтобы заехать на гору опять я не вижу навигатором теряется постоянно не ну классно же ребята вот классно же классно что есть не просто дорожные истории что ты просто по дорогам взял проехался куда тебе надо а еще есть внедорожные истории когда тебе надо просто ехать по каким-то я не знаю сумасшедшим местам где не работает навигатор где вообще я не знаю ни одна машина не проедет а вот мы тут проезжаем гляньте мне кажется надо было вообще монстр трайт трак брать да так ну смотрите горы мы пересекли теперь осталось аккуратненько спуститься с этого всего дела и я наверное вот туда в гору не полезу а вот тут по лесочку спущусь и дальше уже будет немного действия по дороге я надеюсь что там мы выйдем на дорогу в итоге все таки влепился в дерево я хотел проехать ни разу не влепившись но деревья тут растут так же как трафик мне кажется деревья потихонечку незаметно перемещаются когда вы едете и специально под вас или машину просто магнитит к деревьям тоже такое может быть что ж мы с вами на какой-то проселочной дороге и это замечательно потому что мы можем наконец немножечко прибавить газку под расслабиться хотя тут повороты для того чтобы нормально ехать ну чтобы навигатор не строил вот так вот то есть вон он дорога да он тут вот как ты не знаю какую-то маршрут хорошо по дорогам но при этом используя еще вот эти вот проселочные дороги отлично мы с вами но вот этом мостике и нам говорят то езжай прям отсюда в лес ну раз так говорят то так и поедем а я помню да он там я помню что с дороги был съезд туда и мы мы уже как-то заезжали сюда было дело здорово пацаны всем привет абсолютно не знаю кто вы и вы ребята тоже вам тоже привет вот этот вот зеленой подсветкой так стоит тут отлично все удерживаем завершаем этап истории прекрасно медведи форель сделано переходим к следующим непростая переправа и так у нас непростая переправа день 8 сегодня на пути встретился мост стал переезжать а он то вы гляди рухнет сердце конечно в пятки ушло но в таких случаях паниковать нельзя вдавишь на педаль и поминай как звали в общем медленно и верно перебрался на другую сторону 10 в пользу defender до доберитесь от парка глейшер до деревянного моста в северных скалистых горах далеко к северу от лас-вегаса на любом наземном транспорте в общем давайте искать это место она находится у нас я думаю что нам будут люди подсказывать особо особо не пришлось наверно искать я так полагаю это здесь нет нет не здесь так находится это у нас вот тут я так полагаю она спряталась на спряталась это единственное место где мы не посмотрели да вот он этот мостик пару разрушенный раздолбанный нам нужно вот сюда вот доехать а даже наверно не сюда с другой стороны отлично у нас дорога маршрут построился по дороге потому что я выбрал вот такой вот потрясающий ралли кроссовый автомобиль на нем и будем продолжать наше движение ехать нам довольно далеко 23 километра до этого моста ехать так сейчас мы аккуратненько выезжаем на дорогу и вот в чем преимущество ралли кроссового автомобиля в том что навигатор все-таки строят маршрут по дороге они будут напрямую срезая все повороты ну и как-то короче коряво а этот вот ровненько себе напрямую именно именно по дороге ты едешь вот так вот замечательно едешь себе по дороге встречаешь игрока кайф системе playstation 4 есть такая интересная функция можно посмотреть игроков которых ты встретил в той или иной игре и если у меня была сейчас playstation 4 то я бы добавил этого человека бы в друзья но не судьба потому что у меня playstation 5 и как это делается на playstation 5 я вообще понятия не имею если вы знаете напишите в комментах потому что мне прям интересно как добавлять людей которых ты встретил в игре но что в playstation 4 прям есть такая функция слушайте тут вообще можно было выбрать дорожный автомобиль не знаю зачем мы поехали на ралли-кроссовом тем более он такой но мустанг ралли-кроссовый ралли-кроссовый мустанг но у нас все-таки про путешествия до про внедорожье это история поэтому мы с вами как-то вот внедорожники такие выбираем внедорожные машины вот у нас шноркель такой на пол крыши заходит еще на самом деле машин здесь очень много и насколько разнообразный тюнинг то есть мустанг тут совершенно другой не такой как вот если взять стритрейсинговый мустанг он будет совершенно другой я имею ввиду по тюнингу совершенно другой но это естественно ведь брали кросс это совершенно другая дисциплина соответственно и другой тюнинг сзади кто-то за мной едет да да чувачок кто-то едет за мной интересно он знает куда ехать или просто следить за мной куда и куда я и поеду какая-то у нас хромешная ночь началась замечательная прям у меня такие флешбеки в прошлой истории когда ты едешь выполняешь какие-то миссии а с тобой рядом едут люди другие неизвестные тебе игроки вообще совершенно и ты так но это кайф когда ты такой компанией неизвестные тебе людей ездишь по миру за крю ездишь аккуратно надеюсь что мы ездим аккуратно давайте попробуем его хотя бы чуть-чуть догнать чтобы сильно не отставать не нам прям но у него конечно у него крутейший nissan 300 zx который можно получить за предыдущую историю и он а он еще и трафик сбивает он еще сбивает трафик я предлагаю для следующего этапа взять просто какую-нибудь безумную машину посмотрим сейчас что за это будет по асфальту или или нам придет снова где-то путешествовать по адскому бездорожью но даже адское бездорожье это тоже весело я увидел такие места в которых никогда не был в этой игре и здесь по верху карты вы очень не часто ездить вот я вам гарантию даю обычно ты тусуешься где-то в рядом с большими городами а то и вообще не просто перемещаешься на нужные тебе точки что сколько у нас у нас еще восемь километров офигеть насколько далеко это . я стараюсь вас объезжать ребята я про трафик вы как-то вот попадаетесь прямо на поворотах ладно все по прямой нет не по прямой знак стоп выезжаем на какую-то трассу и тут авария произошла да это впереди идущий человек сбивает нам трафик роликроссовая машина конечно такое себе в управлении дела по асфальту я имею надо было наверное все таки брать стрит-рейсингу или какой-нибудь гиперкара что-то у нас гиперкаров еще не было да в этом в этой серии еще не было ни одного гиперкара ну и тулингкара ни одного не было очень возьмем интересное так а человек решил нас подождать или или что с какой целью он притормозил видимо решил нас подождать интересный человек человек не зная того сам попадет в youtube чик да так что добавляйте его в друзья вам как его роббин роббина добавляйте все роббина в друзья пусть человек удивится а потом напишите ему что он попал в видосик и стал популярным так мы мы по-моему уже близки нет еще но так еще 228 километра блин все в следующий раз беру точно на следующий этап беру точно гиперкар тем более блин тут столько ехать надо было сразу китарка брать сейчас посмотрю что там за этап и возьму гиперкар наверное не уверен я точно но я думаю что здесь уже да слушайте может быть и не получится на гиперкар брать я думал куда здесь можно поехать такой по бездорожью но у нас же вон еще смотрите впереди вам гора торчит торчит гора но как и следует настоящим путешественникам всю ночь мы провели в дороге и на рассвете прибыли в какое-то уникальное место то есть вот он этот мостик хорошо что он не разрушается поэтому мы поехали к следующему этапу этап номер девять реактивный двигатель день девятый с вершины открывается отличный вид на солончаки и автотрассу боннивилля можно даже разглядеть маленьких гонщиков тачки у них с реактивными двигателями наверное хотят побить новый рекорд скорости может и мне установить такой движок на defender ха-ха доберитесь от большого бассейна то есть где мы находимся до края утеса в юго-западной части северных скалистых гор на любом наземном транспорте что ж пойдемте искать юго-западную часть северных скалистых гор народ тут уже тусуются прям целой толпой я так думаю что это где-то вот где-то вот тут вот да люди так у нас как обычно перескакивает штукенция перескакивает значит горы и люди вот тут вот и находятся все все сидят вот тут на вершинке значит нам проложить маршрут нужно сюда поедем мы конечно напрямик а как а как же еще поедем мы напрямик и вот человек тоже поехал так что давайте не будем от него отставать я думаю что он нам покажет куда куда ехать а мы поедем вот на таком вот замечательном фордики которые уже я не знаю просто этих фордов f-150 в игре разных разновидностей блин их их просто тьма могли бы просто f-150 разного поколения подобавлять блин это тоже было бы интересно потому что но это один и тот же ford f-150 и он при этом ну просто у него как это там немножко что-то лежит где-то в багажнике может быть а может быть так а может быть там чё-то чё-то приделано на крыше и все это все его различия нам вот туда вот на вершинку к ребятам которые стоят и ждут именно нас да вот он наш друг новый angel angel dm 2009 давайте его тоже добавим друзья скажем что он попал на ютубчик на ютубчик попал человек на ютубчик на ютубчик попал человек блин как-то сложно проехать даже для такой потрясающей машины нам вот туда на самую вершинку на самый пик заберемся и попробуем разглядеть гонщиков буни вилле на салончик ах это та самая соленая пустыня в которой можно очень быстро разогнаться у нас тут для ориентира есть рядом бреющий полет так мы он по 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 забрались но при этом как-то у нас еще ничего не засчиталось куда нам нужно отъехать вот сюда нужно отъехать нет как-то не сюда значит нам нужен вид на вид на куда на салончики это другая сторона нам нужно вот сюда вот проложить маршрут ни в коем случае не жмем переместиться нам нужно именно ехать если мы нечаянно нажмем переместиться это будет просто крах нам придется ехать обратно на точку и возвращаться возвращаться тогда вот вот тут вот отсюда мы будем видеть солончаки и маленькие гонщиков тут главное сильно не разогнаться так чтобы не улететь да вот она наша . ребята стоим и наслаждаемся супер видом завершаем этот этап истории реактивный двигатель у нас пройден я вижу пока только птиц итак друзья этап номер десять случайная встреча день десятый вот так удача сегодня я по чистой случайности остановился у точки откуда стартует гонка до побережья ее организаторы ищет специалиста по бездорожью для какого-то нового фестиваля на гавайях мы знаем для какого может это мой шанс мы договорились обсудить с ней все за кофе когда я доберусь до сиэтла и так доберитесь от большого бассейна опять от большого бассейна до старта в северно-восточной части леса таха на любом наземном транспорте значит смотрите друзья тут есть такие вот гоночки совершенно интересные вот лайф экстрим вот этот вот спектуляр септомбр вот здесь вот они и встретились где я вам точно не скажу но вот тут вот наверное вот сюда вот нам как раз и подойдет что ж погнали сегодня для этого я буду использовать вот такую вот ланчу ланчу рейсинг так вон она где-то вот там вот так наверху в горах и пока что это все-таки раллийная машина она должна немного справиться хотя бы чуть-чуть с таким диким дерзким бездорожьем как здесь в горах и мы с вами доедем попробуем доехать до дороги ой 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 тормоза не помогают вот здесь она говорит поверните и просто едьте прямо совершенно прямо наверное все таки нужно было ралли рейдовскую машину выбирать потому что здесь до дороги довольно далеко нет я вижу уже дорогу поэтому мы на всех парах просто вниз по полям вот так вот помчимся к ней да отлично все маршрут уже построился по дороге сейчас аккуратненько на нее съезжаем и отлично все дальше наш путь будет пролегать по дороге мы снова взяли ралли кроссовый автомобиль для того чтобы можно было ну спокойненько ехать по дороге иначе на ралли рейдовском автомобиле нам бы построился маршрут просто блин прямо хотя может быть это было бы и неплохо смотрите у нее три выхлопных обалдеть да да разгоняться по гравике оказалось такое себе дело честно я вам скажу может быть это конечно ланч такая но прямо она неуправляемая 20 км мы будем ехать довольно долго ну что ж поделать давайте понаслаждаемся я опять говорю я вот снова не узнаю эти места мы сейчас уже где-то вот близки к границе с Канадой и мне кажется что я тут вообще ни разу не ездил то есть я как-то на эту часть карты совсем сильно подзабил посмотрите тут деревья с каким-то фигнями висячими что это за ерунда паутина реально ни разу не ездил здесь ни разу не видел этих деревьев я бы обратил внимание на них вот так вот после пяти лет игры в эту гонку ты находишь места в которых ни разу не был бывает и такое друзья нам ехать довольно долго к сожалению музычку мы включить не можем потому что ютубчик нас за это ай-яй-яй ата-та сделает но при этом неплохо что мы с вами вообще проходим эти истории да вам ведь нравится если вам нравится оцените это пожалуйста все кто досмотрел сюда я знаю что вы очень мало людей кто будет реально прям смотреть и слушать что-то большинство просто попереключает по точкам и посмотрит как их проезжать но это тоже неплохо это тоже просмотры это тоже действия какие-то и тем более если вы несколько раз клацаете по видосу это засчитывается как разные просмотры так что если кто-то услышит мой спич поставьте палец вверх и напишите об этом в комментарии я уже много чего попросил под этим видосом написать в комментариях мне кажется это прям длинный видос получится длиннее чем тот предыдущий и на самом деле defender забрать блин он очень дешевый продается он в обычном магазине я имею ввиду здесь в игре какой-то супер мега из себя машины он не представляет но для коллекции раритета я бы его собрал ну этим я и занимаюсь на самом деле и думаю что вам тоже интересно будет его найти его собрать остальные две истории у нас такие себе там костюмчики выигрываются хотя один из костюмчиков довольно классный и возможно даже я в нем некоторое время похожу напишите тоже в комментариях кто досюда досмотрел как думаете в каком костюме я похожу ага интересный такой челлендж а котик все спит это прикол я уже почти час снимаю а котик все спит спит и спит но у нас уже видео подходит к концу близится к концу у нас осталось совсем чуть-чуть парочку этапов и мы с вами будем так а почему она вот строит вот так почему нельзя вот так поехать а где эта дорога здесь нарисована дорога а дороги нет вот это прикол а вы такое видели ребята на карте видите нарисована дорога а дороги нет ха 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 вот это интересная тема тоже вот я первый раз в жизни нашел вот это вообще в закрю сколько мы с вами играем в закрю уже миллиард лет играем в закрю у меня уже практически тысяча часов на игры на закрю это просто какое-то безумное количество времени я потратил на эту игру представляете тысячу часов кто мне посчитает сколько это дней оп мы сюда сворачиваем сколько дней своей жизни я потратил на закрю ха 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 безумное количество просто я это время мог бы потратить на что-то я не знаю на что не знаю поехать на скейте покататься кто из вас катается на скейте все какие вы молодцы блин вообще там смотрите какой потрясающий мост сверху идет вот по тому мосту мы сто процентов есть а мы еще и под ним сейчас проедем нифига себе нифига себе я что-то эту территорию вообще очень очень мало исследовал хотя я помню что где-то здесь мы ездили и охотились фото охоту устраивали на всяких там оленей волков надо было сфотографировать и так далее мы где-то их тут искали причем олени были разные то нам оленя надо было сфотографировать то потом другого какого-то оленя надо было сфотографировать то лося надо сфотографировать и где-то мы в горах вот тут их искали так 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 сколько нам еще ехать нам еще блин там еще дофига нам нужно какой-то перевал мы сейчас переедем и еще потом вниз точно так же по серпантину давай ланча так сильно не дубась чтобы нам не улететь во враг и потом все это дело заново не проезжать так нет 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 я понимаю что вы хотите сказать вы хотите сказать да едь ты прямо уже хватит вот это по дороге но вы же помните что я наслаждаюсь наслаждаюсь кайфом от игры я потом еще ой я пропустил поворот обращенном на другом аккаунте без каких-либо видосов просто сам для себя поезжу аккуратненько буду останавливаться прикалываться кайфовать на другом аккаунте надо тоже все эти тачки получить уже в итоге я их так до сих пор не все получил забрал только самые кайфовые так а мы походу с вами близко тут какие-то штучки для гонок флажки палатки смотрите мы с вами подъезжаем куда нужно вау ага поворот прикольно ребята что они вот так вот замутили всю эту тему с the crew motor fest так и куда нам надо мы приехали а все вот сюда на стояночку да вот тут мы паркуемся и удерживаем случайная встреча пройдена долг конечно но что поделать этап номер одиннадцать звездное покрывало день одиннадцатый последняя ночь на природе в небе надо мной раскинула звездное покрывало первозданный мир упоительно чист и спокоен жаль всему хорошему когда-нибудь приходит конец нужно возвращаться в шумные бетонные джунгли интересно что завтра скажет та девушка организатор это я так полагаю малу которая решила завербовать этого чувачка да ладно доберитесь от леса таха до утеса в южных каскадных горах значит ребята смотрите у нас есть утес и там видно какой-то городок сейчас давайте посмотрим где это все дело находится вот у нас лес таха вот у нас южные каскадные горы и вот он у нас вот этот вот утес а вот и городок оберн оберн вот здесь даже кто-то стоит просто точкой вот построим мы вот такой вот маршрут сюда дело в том что мы опять на раллирейдовской машине потому что нам нужно забраться неизвестные места но вот уже вот такая вот у нас бмв которая предлагает просто ехать вот туда насквозь говорит едь ты насквозь что-то стесняешься вот вот такая у нас раллирейдовская бмв да не знаю я когда я ее получил но когда-то я ее получил не покупал это точно а может и покупал для какого-нибудь саммита а может ее и раздавали где-то но после ралли кроссовая машина она конечно едет очень медленно удивительно навигатор прокладывает дорогу по дороге хотя мы на раллирейдовской машине и знаете что то мне подсказывает что она у меня просто не прокачанная поэтому она так едет да детальки наверно на ней никакие не стоят но ничего страшного то есть нам особо же некуда торопиться правильно нам всего пять километров кстати надо проехать это вам не это а это вам не то поэтому сейчас мы с вами она даже по асфальту ничего себе она хочет поехать по асфальту ободеть а тут наверно просто река и поэтому она никак по другому не может ее пересечь поэтому говорит давай-ка ты по асфальту на вот такой вот раллирейдовской внедорожной бмв дубас как дружок по асфальту ну нам оно и лучше мы сейчас по асфальту быстренько доедем потому что все эти горные дороги все эти перевалы серпантины они капец как выматывают и это очень очень долго ехать по ним один километр остался это прям прям вообще слушайте прям да тут можно было вообще абсолютно на любой машине поехать да а я взял раллирейдовскую ну ничего страшного закончим мы я даже не знаю нужно нужно взять знаете что-то легендарное так погнали в лес смотреть на звезды к сожалению у нас не ночь у нас день в игре я имею ввиду так очень интересно она мне рисует просто наверх вот так возьми и поднимись по этим скалам чё слабо что ли навигатор тут конечно вообще просто топчик так и нам осталось всего лишь доехать до края и все вот смотрите она загорелась зелененьким отлично завершаем этот этап сейчас встанем красиво вот так все стой машина стой отлично финальный этап двенадцать мотор фест день двенадцатый добрался до сиэтла и встретился с организатором мне предлагают стать куратором дисциплины бездорожья на мотор фест поверить не могу я еду на гавайи а еще мне выделят вертолет вылет завтра придется оставить defender в порту но куда деваться мотор фест жди меня ну и нас тоже соответственно жди мотор фест когда нибудь мы доберемся доберитесь от южных каскадных гор до контейнера в сиэтле на любом наземном транспорте и так вот обратите внимание нам не просто вот эти ворота терминала 42 нужны а именно вот тот контейнер красный но это все не сложно вот он наш сиэтл и вот здесь вот рядом с вот этим огромным стадионом есть заездик в порт вот он терминал 42 через который мы можем проехать и добраться непосредственно вот сюда но пока что она нам рисует такую прямую линию потому что мы должны с вами съехать хотя бы на какую дорогу которая находится или справа или слева в общем на какую-то дорогу нам надо съехать чтобы она прорисовала нам хоть какой-то маршрут спрыгивать мы не будем и мы конечно же завершим всю эту замечательную историю на вот такой потрясающий ламбик онтаж которая ну вот конечно не для бездорожья но так немножко потерпите я конечно понимаю что это дичь ездить по таким местам на такой машине но я же обещал что у нас должна быть должен быть хотя бы один гиперкар вообще во всей этой истории мы должны прокатиться хотя бы на одном гиперкаре вот мы сейчас на нем прокатимся вот выезжаем мы на асфальт открываем закрываем карту и нам резко сейчас должен построиться маршрут а он не строится представляете потому что нам вот тут вот она не может понять да вот вот теперь все построилось и мы с вами можем спокойно начинать наш путь в десять километров какой-то объезд видимо но я знаю что нужно сделать нужно тут будет сейчас перескочить вот туда вот хотя и десять километров на такой машине мы преодолеем очень быстро четыреста ребят в легкую поэтому не будем никуда перескакивать поехали вот так вот да такая вот у нас очень вымученная история на самом деле получилось ну как для меня она очень вымученная потому что вы то ее смотрите просто себе я ее начал записывать еще сегодня утром и сейчас уже вечер поначалу отключились сервера на техническое обслуживание потом у меня кончилось место на телефоне потом у меня сел телефон на который я снимаю в общем все что можно произойти произошло и такая вот у меня получилось для меня прям очень долгое получилось еще и все эти машины они так медленно едут так что не обессудьте если она немножко скучная получилась так что все все так совпало все так совпало поэтому она получилась немного эта серия затянута немного скучная но это для тех кто смотрит полноценно от начала до конца потому что остальные я знаю перематывает ну это это все ютюбчик все равно показывает то есть ютюбчик в аналитике ютюба нарисовано что вот столько людей перемотала вот столько людей смотрела даже нарисовано с какого места на какое перематывали то есть чтобы ты типа понимал интересные точки точки интереса твоих зрителей так что ребятушки мы подъезжаем к финалу но уже ни для кого не секрет что за машина у нас будет defender очень классно что мы можем прикоснуться в игре за крю 2 к за крю мотор фест закрыты наш контейнер вот он нужно подъехать именно к нему что ж всем огромное спасибо кто вытерпел кто досмотрел до самого конца те кто просто поклацал по точкам вам тоже огромное спасибо надеюсь это видео вам помогло в том чтобы разобраться где что находится как до этого добраться и вы смогли себе забрать эту машину за это поставьте палец вверх если кто еще не подписан подписывайтесь а мы увидимся в каком-нибудь следующем видео погнали в общем дальше катсцена надеюсь в этом есть а на в на на н